добрый вечер мы продолжаем изучать книгу шмот уже 58 урок сначала находимся мы в недельном разделе не шпатим уклонно приближаясь к его завершению глава 23 высок 6 не суди несправедливо нищего в его тяжбе сторонись лжи и чистого и праведного не умершвляй ибо я не оправдаю виновного начало этого отрывка понятно направлено это к суде не суди несправедливо хотя подсудимый он нищий с него в общем-то взять нечего но и к нему тоже относятся требования судить справедливо дальше сказано сторонись лжи отдаляйся буквально отдаляйся от лжи и чистого и праведного не умершвляй снова говорится здесь про судей чистого и праведного то есть того кто чисто от преступления того кто не уличен и не осужден не умершвляй ибо я не оправдаю винов вот эти вот слова медвар шекер тирхак отдаляйся от лжи сторонись лжи они будут нас интересовать запрет на ложь сказано здесь правда в такой форме непривычные как говорят некоторые комментаторы все архакот то есть все требования отдаляться от нарушения это требования хохамин то есть когда есть закон туры который что-то запрещает то мудрецы возводя ограду вокруг закона могут потребовать отдаляться то есть запретить вещи которые закон туры не запретил с тем чтобы быть подальше подальше от запрета подобно тому как сапер не будет ставить заграждение вокруг минного поля на последнем сантиметре там где кончается последний мил а вынесет эти заграждения хотя бы немного на разрешенные в общем-то место так и здесь если тора запретила скажем есть мясо скотины кошерные сваренные в молоке то мудрецы да я давая архака отдаление отдаляя этот запрет внося ограду вокруг закона подальше запретили еще и мясо птицы сваренные в молоке но вот здесь у нас есть требование отдаляться из торы сама тора говорит медвар шекер цирхак от лжи не просто не сказано не ври не лги сказано медвар шекер цирхак отдаляйся сторонись лжи казалось бы такая категоричная и строгая форма запрета как она высказана одна была бы привести к тому что люди бы всерьез относились бы к этому запрету и среди людей которые по крайней мере декларируют что они соблюдают законы торы пожалуй все должны были бы говорить только правду одну только правду и чистую правду вот как-то при знакомстве с такими людьми выясняется что не всегда это получается бывает так что и приврут а почему и как а может быть на самом деле а может быть эта заповедь относится не к каждому отдельно взятому человеку может эта заповедь относится только только к судьям ведь на самом деле контекст отрывка в котором есть это заповедь медвар шекер цирхак он весь относится к судьям и перед ним есть посуд не суди не справедливо ничего в его тяжбе кому это сказано суде и после этого сказано чистого и праведного не умышляйбо я не оправдаю виновного все это судопроизводство посередине есть медвар шекер цирхак сторони сил жи может быть имеется здесь ввиду неправый суд то есть ты судья первое ты суди справедливо и даже нищего отдаляйся от суда неправедного и чистого и праведного не умышляй потому что я не оправдаю виновного стало быть это говорится вообще судьям а нам простым смертным не соврав ли ведь не расскажешь ничего вот стал быть не запрещено может быть так если мы посмотрим мы в талмуд в то место где обсуждается вот этот самый отрывок тоже создается впечатление первое по крайней мере что запретят не к нам написано талмуд дает там целый ряд ситуаций в которых действует вот этот это самое требование отдалиться страница лжи почитаем весь отрывок интересен наш это он ну так привычной для талмуда форме откуда мы знаем что судья не должен поддерживать свое ошибочное постановление приводя доказательства в его пользу если он понял что ошибся но стыдится в этом признаться ситуация в которой судья что-то утверждает на суде а потом в ходе прения сторон по вопросам адвоката он понимает что он сморозил глупость надо вообще-то сказать что извините я ошибся беру свои слова обратно пожалуйста сотрите их с протокола как же так а честь мундира его его честь судья ошибся как это и тогда бывает что зная что он в общем то ошибся он все-таки защищает свое высказанное мнение при помощи аргументов про которые он сам знает что они выеденного яйца не стоит но по крайней мере он может их внушительно сказать пытаться убедить людей что действительно так все и правильно но про себя узнает все конечно ерунда потому что он попросту ошибся откуда мы знаем нам понятно что делать так нельзя у талмуда нет сомнения что это запрещенное поведение вопрос только откуда мы это учим из того что тора учит сторонись лжи как раз наш пасок вот здесь стоп на самом же деле такие ситуации очень часто происходят не только с судьями но и с другими людьми пожалуй дальше дальше куда больше чем судьями происходит например с преподавателем постоянно причем в особенности в нашей области человек что-нибудь так сморозит ему кто-то задает вопрос а вот я видел в такой-то книжке что там написано я понял что я глупо сказал ну что надо сказать извините я ошибся я же преподаватель я же не дай бог люди еще перестанут меня уважать если я признаюсь что ошибся если люди которые так и думают что нельзя нельзя но даже если люди так не думаете идеологически что нельзя признаваться в ошибках они вообще понимают что в ошибках признаваться надо но уже очень не хочется и начинают себя защищать да не на самом деле если бы это то что вы сказали да это верно но на самом деле и пошло 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 иначе начинают защищать себя и все для того чтобы не признаться в глупости которую сказал так на сайт так если так в принципе талмуд мог бы спросить откуда нам известно про преподавателя который сморозил глупость и понял, что сморозил глупость и пытается ее защитить всякими ничего не стоящими аргументами, откуда нам известно, что нельзя так делать, из того, что Тора говорит стороне из лжи, но вот Талмуд так не говорит, а он почему-то говорит это про судью, а не про преподавателя. Почему? Едем дальше. Откуда мы знаем, что если судья понимает, что судебное решение будет неправильным, поскольку будет основано на показаниях свидетелей, которые лгут, но только уличить их в лжи не удается, то в этом случае он не вправе сказать, ну что же делать, еще остановимся на секунду, сейчас еще идет речь, судья заседает в суде и приводит свидетелей, он слушает свидетелей и носом чует опытный судья, интуиция у него же есть, ну врут люди, точно врут, но возможности поймать их на вране нет, и задают им такие вопросы, и такие, и такие, и судья, и адвокат другой стороны задает, все у них, все, все расписано, все, все, все. Но носом чует, что врут, как быть в этой ситуации? Вроде бы формальное, формальные условия судопроизводства требуют, чтобы судья вынес решение, но он же чувствует, что это будет ложь, неправый суд, это будет ложь. Так вот, откуда мы знаем, что в такой ситуации судья не вправе сказать, ну поскольку свидетели говорят так, то я уже постановлю согласно их показаниям, а ответственность за неправый суд будет возложена на них, не мое дело, а я как буду чист в этой ситуации. Сказать так нельзя, и поступить так нельзя, судья должен дать отвод, уйти от этого. Откуда известно, что так делать нельзя? С того, что Тора сказала, сторониться лжи. Это тоже второй случай, который Талмуд, в котором Талмуд говорит, что здесь имеет место вот это самое требование, сторониться лжи, и снова это судебная практика. Дальше. Откуда мы знаем, что если ученик, судящий перед своим учителем, который судья в беддине, он находит доводы в пользу бедного тяжещегося или доводы против богатого тяжещегося, которые учитель просто упустил из виду, то он не вправе смолчать. Ситуация. У нас этого не увидишь сегодня, но в древности, когда судья заседал в беддине, то его ученики, которые у него в живе учатся, то они сидели перед ним и слушали весь, все слушанное дело. Ну и вот может быть так, что один из учеников, который сидит и слушает премьер-сторон, и слушает, как судья на это реагирует, он вдруг замечает, что судья упустил из виду одно серьезное соображение, по которому нужно прорешить дело так и так. Но если он сейчас встанет и скажет, то это некрасиво, как-то так, он своему учителю будет указывать. Может лучше смолчать? Нельзя так делать. И откуда мы знаем, что нельзя так делать? Как сказано, страниц лжи. Страниц лжи. Братите внимание, здесь речь идет не о том, что кто-нибудь вообще соврет, а о том, что человек думает, может быть, мне смолчать? В результате чего выйдет неправый суд? Опять мы видим, речь идет здесь попросту про неправый суд. Вот к нему относится это требование страниц лжи, а не к нашим бытовым вопросам. Продолжает Талмуд, откуда мы знаем, что если ученик видит обратные ситуации? Ученик видит, как его учитель, который сидит в суде, собирается вынести ошибочное решение. Ученик понял, что наш судья ошибается. Можно, конечно, его остановить сейчас и сказать ему. А можно по-другому. Можно подождать, пока судья вынесет это ошибочное решение. И тогда ученик встанет, скромно потупившись в пол, и выскажет соображение, в результате которого суде придется признаться, что он неправильно. И тогда ученик окажется в ореоле слабо, вот какой нельзя так делать. Откуда мы знаем, что нельзя так делать? Из того, что сказано сторонить лжи. То есть, если ты допускаешь того, что твой учитель сейчас выносит неправильное, несправедливое судебное решение, тем самым и ты знаешь, что это так, не отдаляешься от лжи. Откуда мы знаем, еще один пример, что ученику запрещено соглашаться, когда его учитель говорит ему, ты же знаешь меня, ведь если даже мне дадут 10 тысяч, то я все равно не стану лгать. Ну вот ситуация, в неприятную ситуацию попал. Одолжил деньги человеку без свидетелей. Точнее, даже при одном свидетеле. И теперь человек, которому я одолжил, отрицает это. Ну как быть? Он отрицает. А у меня всего один свидетель. Один свидетель, показания одного свидетеля в вопросах имущественных не принимаются. Знаешь, у меня такая идея есть, говорит учитель. Я, когда пойду в суд со своим этим свидетелем реально, то ты пойди вместе с ним, хотя ты ничего не знаешь. Нет, я не имею в виду, чтобы ты там соврал, что ты видел, как я ему одолжил. Нет. Ты просто приди в суд и сядь там вместе со свидетелем. Тогда мой ответчик подумает, что у меня есть два свидетеля. Испугается и признается. А ты просто будешь с важным видом молчать. Даже раздувать щеки не нужно. Просто сидеть там и молчать. Откуда мы знаем, что соглашаться на такую просьбу нельзя, даже если ученик хорошо знает своего учителя, что он действительно никак не соврет и не возьмет. Из того, что Тора сказала, медвашейкер, цирхак, сторонись лжи. Опять ситуация, которая имеет отношение к суду. То есть, здесь нельзя делать так, чтобы человек своим присутствием, даже он просто молчит, он ничего не говорит, молчит, но своим присутствием приводит к тому, что будет вынесено неправедное решение. Потому что по праведному суду, по закону, там, где нет двух свидетелей, то нельзя выносить решение о том, что человек должен платить деньги. Откуда мы знаем, что если трое дали одному в долг сотню, а должник отказывается, а они все трое его истцы, может быть, им сделать такую вещь, у них нет свидетелей, а может быть, сделать так, один будет истец, а двое выступят как свидетели. Они, правда, не свидетели, они сами истцы, ну, вроде как почти одно и то же, почти, но не совсем. Откуда мы знаем, что делать так нельзя из того, что Тора сказал о стороне с лжи? Откуда мы знаем, что если двое, пришли два человека, у них тяжба, пришли в суд, один из них одет в лохмотье, а другой в дорогой костюм, стоимостью в целую сотню. Откуда мы знаем, что мы должны сказать богачу, смотри, ты либо оденься сам в лохмотье, как он, либо ты уж наряди его, этого бедолагу, в такую же дорогую одежду, как и ты сам носишь. Откуда мы знаем, что мы должны так сказать из того, что Тора учит, сторонись лжи? То есть, когда приходят два человека судиться, ну, все мы знаем, и все мы люди судят по одежке. Один пришел прилично одетый, а другой пришел в лохмотьях, замузанный. Естественно, у нас куда больше, так уж человек создан, что у нас больше доверия к тому, что говорит прилично одетый человек, чем к тому, что говорит одетый в лохмотье. В результате может получиться неправый суд, потому что мы будем склонны больше доверять одному человеку, чем другому, не на основе того, что он говорит, а на основе того, как он выглядит, как он одет. Поэтому должно быть здесь полное равенство. Полное равенство означает, что они должны быть, либо оба должны быть одеты в лохмотья, либо оба должны быть одеты в приличные костюмы. И нужно потребовать их. Откуда мы учим это требование? Из того, что Тора сказала Медван Шекер, Тирхак. То есть, отдаляйся от лжи. Откуда мы знаем, что один тяжущий, если не вправе, представляет судье свои доводы до прибытия другой спорящей стороны? То есть, человек пришел в суд, назначенный на заседание на 8 утра. Он пришел, и судья пришел. А вторая сторона, предположим, ответчик, не пришел. Можно сказать, судья, знаете, Квадаран, время жалко. Давайте я вам сейчас расскажу все, что я собираюсь сказать, а потом придет мой ответчик, вы уже его выслушаете. Времени-то жалко и вашего, и моего. Нельзя так делать. Очевидно, что нельзя так делать. Почему? Потому что в тот момент, когда, если я хочу действительно что-то соврать, то когда напротив меня стоит человек, который знает, что я вру, мне врать намного тяжелее. Но когда его нет, в его отсутствии, мне соврать намного легче. Поэтому требование судопроизводства всегда, что любые утверждения в тяжбе, будь то истца, будь то ответчик, они должны быть обязательно в присутствии второй стороны. А если человек пытается судье сказать пока, даже не с плохими намерениями, просто чтобы время сэкономить, и он пытается высказать судье свои претензии в отсутствии второй стороны, то эта вещь запрещена. Откуда мы ее учим? Из того, что сказано, а Медвар Шекер отверху, а кто в стране служит? Весь этот длинный отрывок я привел для того, чтобы, во-первых, увидеть, где работает это требование в самых-самых различных по уровню ситуациях. И не там, где человек что-то врет, а просто там, где мы видим, что может произойти неправедный суд. И даже если человек приводит к этому не своими действиями, не своими словами, а просто действием, или даже бездействием. Когда, например, ученик сидит и молчит, зная, что судья ошибается, а он молчит, потому что неприятно, неприлично. Но все это происходит в суде. И Талмуд не нашел ни одного единственного случая. Не нашел, но, по крайней мере, не привел ни одного единственного случая вне судебной практики, в которой тоже действовала бы эта заповедь Медвар Шекер отверхак. Сторонись, отдаляйся от лжи. Если бы было только одно единственное место в Талмуде, то так мы должны были бы и сделать вывод. Но Талмуд большой. В нем есть другое место, в котором получается, что требования отдаляться от лжи относятся и к несудебным ситуациям. Примеры, это очень известные, это Талмуд в трактате ктубот, крицад мирагдим лифней акала. Иными словами, каким образом, имеется в виду, каким образом танцевать перед невестой, танцевать уже, каждый может танцевать, так как его научили, имеется в виду другое. Приходя на свадьбу, мы должны что означает радовать, веселить жениха и невесту. Вопрос, а как радовать, как их радовать и веселить? Некоторые люди думают, например, нужно дурачиться, ходить на голове или еще какие-нибудь странные действия. Очевидно, жениха и невеста это ужасно-ужасно порадует. Некоторые подходят к жениху и начинают чистить ему туфли. Это, очевидно, ужасно-ужасно смешно. И жених, наверное, просто лопнет от смеха. А самая простая и самая важная форма, каким образом порадовать здесь жениха, это сказать ему, что он женился на просто прекрасной женщине. И наоборот. Вот об этом спрашивает Мишна Ктубот. Кей Цадмир, Агдим Мишнай Калай. Иными словами, каким образом нахваливать невесту жениху? Казалось бы, о чем вопрос? Нахваливать и нахваливать. Да. Но не все же невесты, они сказочные принцессы. Есть же такие, которые больше на Бабу-Ягу похожи. Ну, всякие же бывают. Так как в этой ситуации? Как? В этом вот так. Ученики школы Шамая утверждают, хвалить в невесте можно только то, что есть на самом деле. У любого человека всегда есть положительная сторона. Если она стерва, предположим, да, но она, может быть, внешне хорошо выглядит, она красивая. Тогда не нужно говорить, что она женщина золотого характера. Так. Нужно сказать, что она красавица. Или наоборот. Если другая, она совсем далеко-далеко не красавица. Но зато у нее хороший характер. Нужно похвалить за то, что она добрая. Или еще что-нибудь. Только. Но врать нельзя ни в коем случае. Хвалим то, что есть. А в любом человеке можно найти то, что можно похвалить. Однако ученики школы Иллея говорят по-другому. Какой бы ни была невеста, мы славим ее, говорим, кала наа виха суда. То есть, мы говорим, невеста прекрасна и добродетельна. Она прекрасна внешне, добродетельна по характеру, кала наа виха суда. Несмотря на то, что она стерва, несмотря на то, что она... Спрашивают ученики школы Шамая. Что же это по-вашему? Даже если невеста хромая или слепая, тоже следует говорить, что она прекрасна. И добродетельна. Ну, добродетельна может быть. Но уже не прекрасна же. А ведь в Торе сказано сторонись лжи. То есть, то, что утверждают ученики школы Шамая в полемике с учениками школы Иллея. Что если мы начнем хвалить каждую невесту за то, что в ней нет, то мы на самом деле не выполняем требования Торы сторонись лжи. А почему бы не сказать? А вы знаете, требования относятся только к судебам. Другие практики, оно только к судям сказано. А к нам вообще, к простым людям, оно никак не относится. Ученики школы Шамая так не думали, да и чуники школы Иллея тоже не отвечают. Они отвечают, они дают совершенно иной довод, иной аргумент. Отвечают они так. Ну, а по-вашему, что следует сказать тому, кто купил негодный товар на рынке и не имеет возможности его вернуть? Пришел, приходит человек, приносит какую-то жуткую жуткую тряпку невероятную, которую купил. На рынке вернуть, там, конечно, невозможно пойти найти его. Сколько ты заплатил за это? 150 долларов. Господи Боже. Ну и что сказать человеку? Идиот! Что ты за тряпку купил? Еще за такую кучу денег? Выброси это. Так правильно себя вести? Или правильно себя вести по-другому? Сказать, а, замечательная вещь, великолепная. Где такое покупать? А, не знаю, где такое покупать. Нет, я бы тоже себе купил. Не, носить, может быть, не станет. Жалко. Порвешь. Так, не знаю, вещь великолепная. Похвали. Так как правильно себя вести в этой ситуации? Конечно же. Если человек уже сделал эту покупку, так похвали ее. Если бы он еще мог вернуть, тогда можно ему сказать, знаешь, что это хорошая вещь, но все-таки можно найти лучше или дешевле. Попробуй обменять. Но если нет возможности обменять, нет возможности кормить, так похвали. То же самое и здесь. Человек ленился. Мы на свадьбу пришли. Нет, если бы нас спросили, может быть, до того, когда только он сватался, мы бы ему сказали по поводу этой невесты, знаешь, что, может быть, поищи какую-нибудь другую. Но сейчас уже все. Уже свадьба. Уже хупа. Назад пути нет. Куда же уже? Так хвалить ее надо. И если все согласятся с тем, что покупку необходимо одобрить, так подобным же образом следует расхвалить в присутствии жениха даже непривлекательную или тяжелую на характер невесту. Так и говорили мудрецы школы Елеля, что во всех своих помыслах, во всем своем поведении человек должен всегда считаться с окружающим. То есть, понимаете? Итак, мы видим, что в другом месте Талмуда получается, что требование это Медвар Шейкар-Тирхак, страница лжи, оно касается и не только судебной палаты, и не только заседаний суда, но и совершенно бытовых ситуаций в жизни. Почему же тогда Тора поместила этот посуд в Медвар Шейкар-Тирхак? Именно в такой отрывок, который целиком и полностью посвящен судебным делам. «Не суди несправедливо, нищего его тебе, его в тяжбе, сторонись лжи, и после этого чистого и праведного не умиршвляй, ибо я не оправдаю винового». Почему не найти место другое, которое не будет связано с судом? А тут сначала идет разговор про суд, в конце идет разговор про суд, а посередине требование отдалиться от лжи. Есть одна очень интересная книга, это комментарий на Рамбома под названием «Ядактана». Я пишу вам следующую вещь. «Хотя заповедь, так как ее толкуют наши учителя, в основе своей относится к судье, то есть в действительности она высказана в контексте закона Второй о суде, стало быть, относится она к судье, при всем при том, это лишь потому, что склонение судьи ко лжи разрушает основы мироздания. Поэтому больше всего от лжи предостерегается судья. Однако, само собой, разумеется, что другие люди тоже должны удаляться от лжи. То есть, конечно же, требование это относится к каждому человеку. К любому. Судья, не судья. Любой человек должен отдаляться от лжи, сторониться лжи. Но почему Тора обращает это требование именно к судье? Потому что по отношению к суде, когда судья творит неправый суд, то последствия самые-самые-самые катастрофические. Иногда бывает один и тот же поступок или один и тот же недостаток у разных людей, он приводит к разным последствиям. Предположим, если человек неряшливый и неаккуратный, и он работает завскладом, но только у него склад будет не в порядке. Но если неаккуратный человек работает техником на атомном реакторе, то вот там вот неаккуратность, она может привести к шуткой катастрофе, которая даже страшно подходит. То же самое и здесь. Врать, если ни в коем случае, нужно отдаляться от лжи. И это обязывает каждый, каждый должен отдаляться от лжи настолько, насколько он только может. В особенности Тора предостерегает здесь судью, потому что если в обществе неправый суд, то это разрушение общества. Если суд неправый, если невозможно добиться несправедливости в суде, то в таком обществе жить невозможно. Поэтому Тора направляет это предостережение прежде всего к суде. И вот поэтому, чтобы заповедь обязывала всех без исключения, она сформулирована в общем виде. Выражение «удаляйся, медвар шекер тирхак». То есть мы это переводим литературно «сторонись лжи, удаляйся от лжи». А буквально в Торе написано «медвар шекер тирхак», то есть от слова ложного «удаляйся», от слова. Это подразумевается обязанность избегать даже самые незначительные лжи. То есть даже когда я не совсем уж все-все-все вру, 40 бочек арестантов, а немножко привираю, чуть-чуть, одно слово, тоже неправильно. И этого нужно избегать, и от этого нужно удаляться. А слово «удаляйся» указывает на отвратительность и гнусность лжи. По поводу даже очень-очень тяжелых преступлений Тора не сказала «удаляйся». Нигде не сказано «удаляйся от нарушения субботы» или «удаляйся от мяса свинины». А вот про лож сказано «удаляйся», «сторонись». Именно по причине непомерной отвратительности лжи Тора предупреждает о ней этим самым словом «удаляйся», которого нигде не используется в других заповедях. Что у нас получилось? Что требование удаляться от лжи относится ко всем, не только к суде. Что ложь – это вещь отвратительная. Удаляться нужно даже от одного ложного слова. При всем при том, мы находим, что в ряде случаев Талмуд разрешает отклониться от истины и сказать неправду. Есть исключения. Сказал Раби Илай от имени Раби Лейзара. Раби Лейзара Бараби Шима. Разрешается искажать правду ради мира. То есть, для того, чтобы улучшить отношения с людьми, для того, чтобы не возникла ссора между людьми, то для сохранения мира можно соврать. Откуда мы это учим? Как сказано, описано про братьев Юсефа. После того, как Яков умер, они заметили, что Юсеф перестает их приближать. Не приглашает к себе больше домой. И заподозрили братья, что проблема здесь в том, что Юсеф помнит им зло и, может быть, даже вынашивает планы отомстить им за то, что они когда-то ему сделали. И велели они сказать Юсефу, твой отец завещал, так скажите Юсефу, прости, молю тебя вину твоих братьев и их грех, хотя они сделали тебе зло. Понятно, что Яков никогда, никогда такого не говорил и никогда такого не завещал. Да он до конца жизни не знал, каким образом его сын Юсеф попал в Египет. Он понятия не имел, что его старшие братья продали Юсефу в Египет. Стал бы тебе сказать, он этого не мог. Собрали. Почему соврали? Объясняет Раший. Яков, конечно, не завещал братьям этого. Однако они исказили правду ради мира. То есть ради сохранения братских отношений с Юсефом они придумали вот эту историю про завещание. Раби Натан утверждает, не только можно так делать, то есть Тора приводит нам это в качестве совершенно нормативного поведения, но и митцва так сделает. То есть митцва отклонится от правды ради мира. Где это мы видим? Что Всевышний сам велит подобного рода поведение придерживаться ему. Как это сказать? И сказал Шмуэль, пророк Шмуэль, который в свое время помазал на царство первого израильского царя Шауля. А в дальнейшем, когда Шмуэль сделал шаги, такие из-за которых Всевышний постановил, что он не может больше быть царем и нужно ему найти замену, то он является пророком Шмуэль и говорит, отправляйся в город Бейтлехим и там ты найдешь нового царя в семье Ишая, один из его сыновей, вот и его ты помажешь на царство. И сказал Шмуэль, ну как же я пойду для того, чтобы помазать, при живом царе Шауле кого-то другого помазать на царство, это означает попросту бунт против царя и за это в любой монархической стране есть только одно наказание, смертная казнь. Как же я пойду помазывать Давида на царство, ведь услышит Шауль и убьет меня и будет прав. Это бунт против царя. И что там сказано дальше в следующем стихе? И сказал Бог, возьми с собой телицу и скажешь, а я иду приносить жертву Богу. То есть, ты отправляйся в Бейтлехим, но иди вместе с тёлкой. И когда тебя кто-то спросит, полиция или кто-нибудь тебя спросит, а куда ты идёшь зачем? Скажи, а вот иду на жертвопоношение совершать, вот и тёлка здесь. Саври. Куда он идёт? Он идёт помазывать Давида на царство, провозглашать будущего царя, который в дальнейшем сменит Шауля. А объяснить он это должен официально, что он идёт совершать ретопоношение. И это не просто сам Шмуэль решил, это Бог ему сказал. То есть, митсва в этом есть, обязанность, заповедь. Получается, что сам Всевышний приказал исказить правду. А в бедной драше Вишиве у раби Ушмэля учили, как и насколько велик мир, если даже сам Всевышний изменил сказанные слова и сказил правду ради мира между людьми. Где? Вначале сказано, и рассмеялась Сара, сказав, и господин мой старка, когда Сара услышала, что ангелы обещают, что через год у неё родится ребёнок, она сказала, как же это может быть, она усмехнула, сказала, я уже говорю, и господин мой уже стал, не только что я уже в возрасте, но и господин мой уже стал. Всевышний обращается к Аврааму, говорят ему следующие слова. И сказал Бог Аврааму, отчего это смеялась Сара, сказав, неужели же я действительно рожу, ведь я состарилась. Она никогда такого не сказала. Она сказала, неужели же я уже рожу, да и господин мой уже состарился. Но Ашим не сказал так Аврааму. Почему? Для того, чтобы сохранить максимальный-максимальный мир между мужем и женой. Речь здесь идёт об очень токе. А что, Авраам бы ужасно обиделся, он бы нарал на Сару, он бы устроил ей скандал. А что, Авраам вообще не знал, сколько ему лет? Он думал, что ему 19 лет до сих пор. Он знал, что ему уже под 100. И что? Вместе с тем, человек, который даже заглядывает время от времени в свой паспорт и знает, сколько ему лет. Вместе с тем, ему не очень приятно, когда ему напоминают его возраст. Нет, ничего страшного, не обидно. Но всё-таки где-то там. Поэтому не хотел Всевышний, чтобы Авраам услышал, как Сара подумала про него, что и господин мой уже составился. Ради этого он отклонился от истины. Сам Бог. Что называется, сам Бог велел. Что же мы получили? Мишанимитная шалом. Значит, можно ради даркей шалом, ради сохранения мира, ради достижения мира между людьми можно соврать, что это значит? Что достижение, что мир – это такая великая ценность, что ради него можно соврать. То, что мы говорили раньше, что ложь абсолютно отвратительна. Настолько гадко и отвратительно, что можно, что Тора про неё говорит «отдаляйся от лжи», чего не сказала про многие другие преступления. И вдруг здесь, когда речь зашла о сохранении мира, то уже можно совершить это преступление. Как это в русском народе называется? Ложь во имя спасения. Это то, что разрешено? Ни в коем случае. То, что на самом деле ложь, точно так же, как нельзя делать другие нарушения ради сохранения мира, точно так же нельзя и лгать. Если человек попал в типичные ситуации, человек приходит к своим родственникам, которые не соблюдают кашрут. И он, предположим, хозяйка, она кулинарка, и всё. А может быть, можно съесть некошерное, чтобы отона обидеться? Можно ради сохранения мира съесть некошерное? Нет. А если родители требуют вынести мусор в субботу на улицу, там, где нет ИРУВа, можно нарушить субботу для того, чтобы сохранить мирные отношения с родителями? Нет. А почему тогда врать можно? Вранёшь – такое же отвратительное вещь. Нет, врать тоже нельзя. Дело совсем другое. Просто там, где искажается, там, где есть отход от фактических данных, от формальной истины ради сохранения мира, он просто в понятии Торы ложью не называется. Но то, что называется с точки зрения Аллахи ложью ради мира, сказать нельзя. А в чём разница? Почему все вот эти три случая, которые Талмуд здесь привёл, – это то, как братья сказали Юсефу, папа велел тебе передать, чтобы ты нас простил. Второй случай – Всевышний сказал Шмуэлю, скажи, что ты идёшь делать жертвоприношение. И третий – то, что Всевышний сказал Авраму, Сара смеётся и говорит, как-то так, я рожу, я уже состарилась, и не сказал, что ты уже не в возрасте. Во всех этих трёх случаях это не ложь. А что такое ложь, которая тогда запрещена даже для сохранения мира? В чём разница? Прежде всего, нужно отметить, что есть два, как минимум, два вида лжи. На самом деле, Абен Йонавшар и Шуа он развивает, он приводит 15-16 различных ступеней лжи. Но есть два больших… разделение на два больших… два вида серьёзных. А именно, это ложь безобидная и ложь, которая причиняет вред, боль или стыд другому человеку, которая ударяет по какому-то человеку. Что такое безобидная ложь? Ну, человек рассказывает… Он рассказывает о каких-то своих приключениях и приукрашивает, чтобы интереснее было послушать. Да, были эти события, не было этих событий. На самом деле, ни на ком это не отзовётся, если действительно мы ему поверим, что это на самом деле было или не было. Это ложь безобидная. А есть ложь, в результате которой человеку будет причинён вред, ущерб, или он осрамится, или ещё что-нибудь. Типичная вещь клевета, когда про человека ложный рассказывает, что он сказал что-то такое, или сделал что-то такое, чего он никогда не говорил, никогда не делал. Так пишет в книге «Сефир и Рейн», «Творец заповедует в разделе Мешпатим», это как раз в нашем недельном разделе, «Сторонись лжи». Каждый должен удаляться от лжи, способной принести вред ближним. То, что написано у нас, вот здесь в Торе, в недельном разделе Мешпатим, имеется в виду «Сторонись лжи», какой лжи, которая наносит вред ближним. Необходимо каждому обратить пристальное внимание на это, чтобы его ложь не принесла вреда, однако которая не предостерегла здесь от лжи, которая не причиняет зла. Строго говоря, когда мы здесь говорим о необходимости «Сторонись лжи», имеется в виду «От лжи такой, которая причиняет ущерб». И все те примеры, которые Талмуд привел в качестве иллюстрации, где работает это требование «Сторонись лжи», они все, все они были приведены именно из судебной практики, но в них во всех, безусловно, если от того, что человек солжет, будет причинен ущерб, будет неправый суд, и обяжут человека платить, несмотря на то, что по закону он не обязан платить. Или освободят человека от платежа, несмотря на то, что по закону он обязан заплатить. И так далее, и так далее. Вот что Тора здесь запрещает. Ложь, которая наносит ущерб человеку. Теперь, значит ли это, что безобидная ложь вообще разрешена, и человек, который придумывает сорок бочек арестантов, вообще ничего плохого не делает. Можно было бы со слов, из той самой цитаты, которую мы зачитали, можно было бы так подумать. Робейн Йона несколько поправляет это впечатление. Четвертый вид лжи, он насчитывает 16, если я не ошибаюсь, или 15 ступеней видов лжи. Вот четвертый – это тот, кто лжет, пересказывая услышанную им историю, и умышленно несколько меняет ее. И нет, от этой лжи ни выгода ему, ни вреда другому человеку. Просто приукрашивает. Ну, чтобы интересно было слову жителей, и чего. Но такова привычка. Почему он это делает? А если без выгоды, то почему он это делает? Из любви. Есть люди, которые просто, их называют вруны, и приукрашивают. Он больше любит ложь, чем правду. А иногда он вообще не только приукрашивает какие-то детали, а иногда вообще рассказывает историю, придумывает историю, которой никогда не было. Барон Мунхаузен такой. Иногда он выдумывает всю историю от начала до конца. Такой человек, с одной стороны, будет наказан мягче. Он говорит здесь, что вообще здесь нет ничего плохого. Имеется в виду, потому что он же никому безвредная ложь-то. Будет наказан мягче, потому что никому нет вреда от его лжи. А с другой стороны, с другой стороны, такая ложь еще более отвратительна. Почему? Потому что когда у человека есть причина соврать, я хотя бы понимаю. Если человек опаздывает на работу и ловит на себе гневный взгляд начальника и начинает говорить, а была пробка, и я в пробке застал. И долго автобуса не было. И врет. Не было ни пробки, ничего. Но я понимаю хотя бы, потому что иначе на него начальник будет злиться. У нас есть хоть какое-то оправдание этому человеку. Но когда человек врет без всякой для себя выгоды и не принося другому вреда, ради чего он врет? Это значит, что ложь стала частью его характера. А ложь же вещь отвратительная, о которой то рассказала Медвар Шекер и Цирхак. Отдаляться даже от слова лжи. Поэтому, с одной стороны, вроде бы, его поступок не такой страшный, потому что ложь-то безобидная, никому вреда не наносит. А с другой стороны, отвратительно. Это человек живет ложью. И отягтится грех его, потому что он так любит ложь без всякой выгоды. Так называется. Из любви к искусству. Подлажает Рабейн Йона. Вот именно этот вид лжи разрешили в Талмуде для исполнения заповедей. Или для миротворчества и добрых дел. Значит, то, что мы учили, что можно солгать, можно отклониться от формальной истины ради того, чтобы сохранить мир между людьми, это разрешено только в отношении безобидной лжи. Там, где ложь безобидная. То есть, я забыл прийти к товарищу на свадьбу. Встретив меня, он спрашивает, ну, что ж ты не был у меня на свадьбе? Я ему сейчас скажу правду, потому что я забыл. Будет обидно. Мы близкие приятели. Что ж ты забыл у меня свадьба? Потому что я дочку замуж выдаю. Поэтому я говорю, я плохо себя чувствовал. Соврал? Соврал. Можно так делать? Можно. Почему? Говорит Рабейн Йона, так можно делать? Потому что ты безобидная ложь. Но если я попытаюсь оправдаться при помощи лжи, которая нанесет вред другому человеку. И я, например, скажу, ты знаешь, почему я к тебе не ушел на свадьбу? Потому что Рабинович мне сказал, что ты со мной поссорился, и ты меня видеть не хочешь, и наговорил про тебя всякие... Я решил, лучше не ехать. В результате будет нанесен вред Рабинович. А он здесь при чем? Такая ложь, это не то, что называют, как ложь воспасения. Какое нам дело для того, что оно воспасение? Она ложь запрещенная. И ложь запрещенную даже ради достижения мира говорить нельзя, ни в коем случае. Все, что разрешили, говорит Рабейн Йона, это только безобидную ложь, которая никоим образом не наносит никакого вреда другим людям. Более того, Рабейн Йона здесь расширяет это разрешение и говорит, что разрешено это не только для сохранения мира между людьми, но также для исполнения заповедей. То есть, если для того, чтобы исполнить заповедь, мне нужно соврать, можно это сделать, если это никого не принесет никому вреда. Та ситуация, о которой мы уже говорили. Человек хочет, пришел к родственникам, садятся за стол, он хочет соблюдать заповеди, не хочет есть ни кошерную пищу, но хозяйка обидится. Что сказать? Соврать что-нибудь? Например, вы знаете, я пытаюсь стать вегетарианцем, я мясо перестал есть. Я, правда, перестал есть 15 минут назад. Ну, я соврал, но это ложь безобидная, и можно соврать. Можно соврать. Можно соврать для того, чтобы... Здесь мы говорим о том, чтобы не нарушить запрет. Можно соврать для того, чтобы исполнить какую-нибудь заповедь, если иным способом это оказывается невозможно. Тоже много тому, достаточно много тому примеров можно найти, каким образом, как приходилось, в особенности тем, кто помнит еще покойную советскую власть, так там уж просто исполнить заповедь, не собравшую, было достаточно трудно. Все это можно, при условии, что эта ложь безобидная, то есть никому она не носит вреда. Поэтому также и сказали, продолжая дальше, что разрешено расхваливать невесту в присутствии жениха и говорить, что она прекрасна, добродетельна и очаровательна, хотя это не так. Кому здесь вред наносится? Кому здесь ущерб? Никакого ущерба. Он будет думать, да, его же невеста Баба-Яга, ну и что? Ну, ему она понравилась, он решил на ней жениться. Ну, и замечательно. Кого мы здесь обижаем? Кому мы здесь наносим вред? Никому. Прекрасно. Пусть он живет с ней, пусть радуется. Хкала на выход сюда. Невеста прекрасна и добродетельна. И еще сказали, можно и сказать правду во имя мира. Как сказано, твой отец завещал нам и так далее, и так далее. Вот что единственное разрешено. Но не разрешено врать, не разрешена запрещенная ложь даже во имя мира. То, что мы говорим, иными словами получается, что там, где я искажаю и не отражаю объективную истину для того, чтобы сохранить мир, и эта ложь безобидная, эта ложь вообще не запрещена. Она не ложь. Ложь, запрещенная Торой, это ложь, которая наносит другому человеку вред. Ложь безобидная. Если она произносится просто так, ради любви к искусству, она противна, отвратительна, гадка и мерзостна. Если она произносится с благими целями ради сохранения мира и исполнения заповедей, то она разрешена, и по мнению Робинтана, даже митцва, так сказать. Был здесь вопрос. Находясь среди неевреев, приукрасить информацию ради увеличения прибыли. Это уже совсем другой разговор. Здесь уже речь идет о попытке заработать то, что тебе не предстоит. Это может быть запрещено как воровство. Это уже не обман, а попросту воровство. Здесь мы переходим из одной категории в другую. Поэтому, если это действительно приведет к тому, что если я продаю товар, который дрянь, а я его, который стоит, ломаного гроша не стоит в хороший базарный день, а я его расписываю как замечательный, прекрасный, благодаря этому люди мне платят по 200 долларов за штуку, то это просто воровство. И эта вещь, которая запрещена, не имеет отношения к лжи. Был здесь вопрос по поводу наиболее странной ситуации из всех описанных у нас была, а это то, что Талмуд в трактате Шивот упоминает вот эту самую историю про человека, которому его учитель, человек честный, кристально честный, которому он доверяет, рассказывает вот такую неурядицу. То есть он с дуру одолжил деньги другому человеку, и при всем был всего лишь один свидетель, понадеялся, что тот честный, а тот оказался нечестный. Или просто, может быть, даже и честный, но забыл, забыл, отрицает, ничего и не отдал, что он не брал деньги. А свидетель всего один, ты приди, постой там с умным видом, и он испугается, и что? И Тур говорит, делать так нельзя, почему в стране есть лжи? А в чем здесь проблема? Я же никому, если я приду туда стоять, во-первых, я не совру, я просто приду. Ну, хорошо, это еще не оправдание, но ведь на самом же деле, если я этому человеку, своему учителю доверяю, значит, я уверен, что он действительно одолжил деньги, он не придумывает этого. Только что, формально по суду он не может их получить, потому что у него один свидетель, а надо двух. Значит, если я приду туда, то что, будет неправедный суд? Почему неправедный? И тогда вторая, так тогда просто его ответчик сознается, что он действительно должен деньги, что он действительно одолжил, так где здесь будет неправедный суд? Где здесь будет, разве я нанесу какой-то ущерб, если будет какой-то вред? Ответ он вот какой. Так, по крайней мере, говорят комментаторы Талмуда, что то, чего мы здесь опасаемся, что он со страху, увидев, что пришли два свидетеля, его сейчас улечат, он-то говорит, что он ничего не одалживал, а пришли два свидетеля, его сейчас улечат во лжи, потом еще будут говорить, что он лгун, у него начнется состояние стресса, и в этом состоянии стресса он уже признается в чем угодно, и в том, что он одалживал деньги, и сколько угодно, и становится даже в том, чего он на самом деле не делал. Он может признать больше долгов, чем у него есть на самом деле. Поэтому здесь мы и говорим, что нельзя идти в суд, даже не собирая свидетельствовать, «Поскольку то, что сказала, сторонись лжи». Еще вопросы? А если человек заблуждается в чем-то, касающемся нас двоих, ошибаясь в мою пользу, а я промолчу, будет ли это считаться ложью? В целом, в ряде случаев – да. Есть некоторые случаи, в которых это не будет запрещено, но в большинстве случаев это запрещено. Но если это ради сохранения мира, то да. То есть, если жена меня попросила уже 15 раз – сходи в магазин, купи, а я опять не купил. Прихожу домой, а она почему-то думает, что я не купил, потому что я очень-очень торопился. Я не очень торопился, я просто забыл. Но если она думает, что я торопился, то пусть думает, что я торопился. Это касается нас двоих, да, конечно. Но здесь это сохраняет мир, безусловно. И никоим образом не наносит вред. Вот если я попытаюсь сказать, что мне помешал выполнить твою просьбу, вот такой ты нехороший человек, вот этого уже делал. Окей, здесь остановимся сегодня. Спасибо. 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 Спасибо.